Субтитры создавал DimaTorzok Ну, получается, непосредственно, а зовут Леша, и я программируй. Ну, и, в общем-то, сегодня я расскажу вам про трендлок один. Он называется Ubisoft Mix, и он предназначен для облегчения процессора высотой игры. Как бы здесь мы видим, ну, уже созданный проект. И мы видим два проекта. Это Core и Drop, и Desktop. То есть LibGDX вообще работает на большом количестве iPhone. То есть это и обычный настольный компьютер, и телефон с Android, и iPhone. И даже обычный браузер. То есть, например, кашки-малкать код. И, то есть, выпускается браузер без никаких пакетов. Ну, в данном случае, для примера, я сделал только десктопное приложение. Как бы, получается, здесь содержится только код, который зависим, ну, который используется только на десктопе. То есть, например, если в будущем я захочу добавить поддержку Android, я просто создал проект Android, сделаю лауншер для этого проекта. А весь вот этот вот код, вся игра будет использоваться без изменений. И сейчас получается здесь совсем мало кода. Это, то есть, инициативируется конфиг. И в этом конфиге просто остается, ну, ширина, высота окна, и то, что им нельзя изменять. И дальше у меня создается приложение. В нее передается класс с моей игрой и конфиг, где я дам точку подписан просто параметры экрана. Ну, то есть, это единственный код, который платформозависимый, то есть для десктопа. Ну, а дальше, получается, ну, как мы видим, там он запускает. Игру. Сейчас мы откроем ее класс. Ну, а как мы видим, игра на сервис от класса Game. Как бы класс Game просто содержит определительный набор методов, которые используются этой библиотекой. Ну, то есть, библиотека как бы предлагает нам реализовать игру определенным способом. И она для этого предлагает нам представительный код. И в данном случае в этом классе игры реализовано два метода. Первый метод Create. Ну, вообще, у игры есть резюмен цикл. В данном случае в Create метод выполнится один раз при запуске игры. И есть метод render. По сути, это главный цикл игры. И он будет выполняться постоянно, но без перерыва, пока запущена игра. Ну, есть метод dispose. Это просто при запрещении аккаунта называется и, в общем-то, уничтожает объект. Объект, который присутствует. Так. Ну, пока что все, конечно, здесь у нас где-нибудь. Так. Ну, классе игры мы видим, что здесь объявлено три объекта. Первый объект — Stage. Он переводчатся как сцена. Ну, про него расскажу немного побольше. Второй — это, ну, мир. Третья класс — это, ну, просто используется для отладки. Оно показывает границы физического объекта. Ну, это тоже потом немножко я покажу. А, как бы, метод create, ну, напомню, что он называется, эти нужды при старте игры, ну, при запуске к нам. Как бы, как мы видим, в начале задается мир. Ну, вот, это вообще библиотека. Есть такая физическая бокс ноды. Как же работает название. Она используется только для физических расчетов. Ну, то есть, чтобы на директор году можно было добавить физику. Ну, то есть, просто создается объектор. То есть, в смысле, гравитация, там, x0. То есть, если, ну, в стороны гравитации нет, то есть, как именно здесь есть по всей игре. То есть, гравитация вниз. Получается... Ну, это тоже немного позже расскажу. Потом сцена создается. Сцена, по сути, это просто контейнер двухмерный, который будет содержать в себе все объекты игры. Ну, в данном случае, сцена, ну, просто сдаётся её разрешение, исходя из размеров окна, которые я задал ранее. Ну, а потом, получается, у меня есть два объекта. Это terrain, то есть, земля и lander. Ну, то есть, вообще, наверное, стоит рассказать про эту демонстрацию, про эту игру. То есть, суть её заключается в том, что есть земля, есть, там, посадочный модуль, космический корабль, который нужно посадить на этом земле. И у него должна быть сфера. Ну, определяет на предел скорости, иначе она разобьётся. Как прыгает. Ну, где-то оно просто для демонстрации. Вот так вот. То есть, и можно управлять. Если скорость было бы слишком высока, там разобьётся просто. Группа. Как бы, ну, это, получается, terrain. Ну, получается, stage, сцена, это всё, что находится внутри этого окна. terrain — это, ну, это просто серая полоска. И lander — это вот этот вот космический крафт. Ну, получается, вот этот вот debugender — это то, что рисует, по сути, вот этот вот квадрат вокруг космического корабля. То есть, это его физическое представление для физического метра. То есть, для него это просто квадрат, а не вот этот инструмент. Так. Ну, получается, здесь мы создали землю и посадочный модуль. Здесь мы просто добавляем сцену. Ну, то есть, просто вызываем метод. Ну, добавить актёра после зель. И вот это добавляется. Ну, и сейчас мы посмотрим, из чего состоят треть актёры. То есть, земля и посадочный модуль. Ну, то есть, как видно, они просто уцепятся от класса актёр. Здесь у меня есть текстура. То есть, это просто картинка, которая загружается из проекта. То есть, вот просто картинка. Затем, боди, это его физическое представление для физического решения. Ну, то есть, вообще, косметики, как бы здесь есть такой момент, мы видим, что есть... Есть графический объект, где у нас есть объекты. Земля. И наш посадочный модуль. А есть физический объект. И вот здесь, где происходит расчёты его ограничений. Ну, как мы с ними говорим, мы не можем сказать. То есть, создался актёр. Ну, здесь создался актёр. Ну, здесь создался актёр. И графический мир по-другому. Там, в случае, это сценарий. И физический мир, это город. И внутри города у нас расположены тела. Ну, получается, нам нужно ещё связать все эти вещи вместе. То есть, чтобы в физическом мире симулировалась гравитация, чтобы тело падало вниз. И там реагировало нажать актёр. И чтобы актёры отображались в тех местах, где находятся эти физические объекты. Ну, получается, в данном случае, это Земля. В начале, в конструкции класса, который вызывается при создании объекта, мы просто задаём позицию. Ну, 0 — это просто нижний-левый угол. То есть, нижнего-левого угла до правого угла после сверху. Пусть просянка — это текстра. Потом мы задаём объект . Это таблик отвечает за то, будет это тело динамическим или глистатическим. Ну, также у нас содержится таблик в данном случае в позициях этого села. Ну, то есть, вообще, в ходе таблик есть 30 типоселов. Ну, допустим, да, у нас есть какой-нибудь уровень, там, например, сейчас... Ну, после нее строят. Там есть некий персонаж, который представляет, как бы, игрок. Это длинный секрет. И сейчас уже поставим название. Вот это просто динамическое тело из первой секунды. Вот это просто динамическое тело из первой секунды. Как бы на него действует экрабитация, и его можно перемещать. Потом есть статическое тело. В данном случае это будет земля. Как бы его нельзя перемещать. По сути... Ну, и с ним могут сталкиваться другие объекты, как в данном случае, например, персонаж, который помогает игрок. Ну, есть еще третий тип тела в Vox.pd в движке. Это, например, некая... Ну, допустим, здесь есть проба, здесь есть лава, и здесь есть какая-нибудь платформа, которая перемещается. И как бы... Если мы присоединяемся в эту платформу, нам нужно цитать другой цикл объекта. Ну, то есть он будет называться Kinematic Body. То есть на него не действует экрабитация. То есть он будет висеть там, где мы его поставили. Мы можем, как бы, удаваться на движение. Потому... То есть он будет висеть так, как они его задали. Ну, это сути... Это... Ну, с... Всего... Воды... Правительства, которые мы не можем задать. Так. Нареемся... Вернемся... к земле. Получается... Ну, со святического ранения мы задали и источили. Ну... Неподвижное тело. Потом... Задали ему позицию. Ну, позиция берется git x, git y. Это позиция актера, которого мы задали ранее. Вот здесь вот. Где-то 0,0. Задали. Потом, получается... Мы создаем ему форму. То есть это просто прямоугольник. И поэтому мы создаем объект. Ну, просто полигон. И этому полигону, ну, делаем его просто прямоугольником. И задаем ему этому прямоугольнику а ширину и высоту... как бы... ну, ширину экрана и высоту... этого актера по сути. Ну, а высота актера берется из высоты этого текста, который мы загрузили ранее. Ну, и по сути, он будет заниматься положением просто внизу. И будет неподвижен. Ну, получается, потом просто... задаем эту фигуру в другой специальный объект. Я так и не знаю, как на английском его правильно прочитать. Ну, по сути, здесь вот задается просто его отображение для физического лежка. И здесь оно просто как бы устанавливается в это тело. То есть в землю. Потом... Ну, это был конструктор этого актера как земляки. Потом у этого актера есть еще метод Drone. Ну, который, как и в частности, название отвечает за его отрисовку. То есть у нас сюда просто появляется EpicBatch. Ну, все, что нужно знать, это просто то, что в этот... ну... в этом EpicBatch есть метод Drone, который мы можем передать с текстуру, который мы забирали ранее. То есть текстуру земли. И сюда мы просто передаем координатную позицию этого актера. Ну, после всей землей все просто. А есть какие-нибудь вопросы? Нет. Ну, получается, дальше будет класс. Это посадочный модуль. Здесь, по сути, все... ну... все то же самое. За исключением того, что это уже динамическое тело. То есть мы можем управлять самим сквалиатурой. И... ну, опять же, то же самое. Здесь просто прямоугольник задается. Ну, и единственное отличие, это то, что мы задобавляем на слушателя у этого актера. То есть в данном случае это input listener. Это слушатель отвечает... Ну, он слушает, просто нажатся клавиши. Например, вот метод KeyDown. Он отрабатывает, когда мы нажали на клавишу. Там уже есть метод KeyDown. Он отрабатывает, когда мы, ну, подняли палец клавиши, и он поднялся. Ну, получается, здесь уже происходит логика. То есть вначале просто мы проверяем, типа, не разбился ли трабль. И если нет, то тогда мы уже, наверное, отвечаем за изменение его действий. Ну, в данном случае мы видим, что в KeyDown передается код клавиши. Как бы здесь есть условие. Мы видим, что здесь есть сравнение. Что если код клавиши это клавиша вверх, то происходит то, что находится внутри этого if. Ну, здесь есть еще условие i. и здесь просто ограничение на скорость перемещения объекта. Ну, получается, получается, это просто флаг для того, чтобы, когда клавиши сажаты вверх, чтобы выксы остались включены. это потом уже используется. Ну, потом, опять же, здесь создается вектор. И в парусе y, здесь просто прибавляется объединенная сила, с которой этот корабль будет толкаться вверх. То есть, вот, есть. Ну, мы берем его тело и посвятим переменем к нему силу, которая выражена вот этим вот объектом вектор, который мы создали. Ну, оно будет переменяться до сих пор, пока поднажата клавиша вверх. Ну, дальше, к сесиве, такой же принцип, только здесь же клавиша вниз. Ну, после задачи просто не отправить. Ну, тут уже вектор по си x получается. То есть, влево право перемещать корабль. И принцип тоже. Здесь вектор и применяется сила к объекту куда передается этот вектор. Ну, кияп как бы то же самое, только это когда клавиша уже применена. То есть, когда игрок тоже отпустил клавиша. Здесь просто launch is false. То есть, это ниже используется в методе, чтобы вы везде выключились. Ну, по сути. здесь тоже самое повторение. Ну, даже это можно было удалить. Ну, потом будет метод, который задает просто флаг разбился корабль или нет, он будет использоваться в другом классе. и здесь есть метод применить силу. То есть, это как раз таки действует этот флаг launch опять же проверка на ограничение максимальной скорости объекта. ну, и тот же электр создается по всему Y. То есть, он будет вверх. Ну, дальше у актера есть метод draw. То есть, так же, как я говорил ранее, он есть у земли. Этот метод draw называется постоянно пока есть окно. то есть, это считай, как цикл. Ну, хотя здесь нет цикла, но он исполняется постоянно как цикл. Здесь постоянно вызывается метод primisive, который издает флаг launch и все сажаты клавиши вверх. Потом здесь же есть метод в одной из позиций. То есть, это то, что я говорю ранее. То есть, графический мир сцена и физический мир они связаны. То есть, нам надо связать ручную. Здесь я просто вызываю метод задать позицию актера и беру координаты тела физического. Ну, и беру еще его вращение. То есть, на котором поверхность физическая села если актер, чтобы они были синхронизированы. Ну, здесь просто меняются текстуры. То есть, когда зажаты клавиши вверх, то отображается текстура, что она как бы двигается отличной корабля. Когда она разбит, то отображается текстура его болитого. Ну, и в остальных случаях это отображается обычная текстура, где корабль с обычными двигателями не болит. Ну, опять же метод draw. Здесь batch в котором он должен передать опять же дров, и в котором мы должны видать текстура нужная нам. И загнать туда координаты этого актера. Ну, по сути, теперь у нас есть земля. Ее графическое представление физическое. У нас есть посадочный модуль и тоже его графическое физическое представление. И мы можем им управляться, так как мы создали слушателей которые используют эти файлы, выпрабатывая их. И теперь последнее по сути это нам нужно обработать момент соприкосновения двух сил, то есть соприкосновения земли и посадочного модуля. Здесь опять же мы сентерным слушателем он называется просто контактистинер. У него есть метод ну, начало контакта и здесь мы просто ну, в контакте здесь участвуют два объекта. здесь я беру тело, которое является телом посадочного модуля потом беру его вертикальную скорость ну, и просто делаю сравнение если его вертикальная скорость больше этого числа то ну, если его вертикальная скорость больше этого числа обманется с ней с землей то этот корабль считается разбитым. Ну и по сути этот листомер здесь задается то есть присутствие мира мы просто козлям как бы ну поставить какой-то контакт листомер и здесь наша реализация в том, что он будет быть здесь при контакте ну и после этих все и получается такой результат то есть этот квадрат это просто физическое его физическое представление там есть еще зеленая полоска это физическое представление земли потом графическое представление это вот серое текстовые земли и корабль то есть это просто картинка ну и когда мы нажимаем большого срабатывает и тут действие то есть и текстура меняется с одной на другую ну то есть по сути в моментах соприкосновения ну и в моментах соприкосновения отрабатывает контакт если нет и по сути проявляется просто и по сути проявляется просто по сути посидел пару часов пару вечеров после работы то есть сделал это то есть и я никогда не видел таких то есть ну понесо лико считаю есть познакомиться по сути вообще если не вопрос а скажи пожалуйста про самый главный цикл то есть метод он ну то есть вот есть один раз ну мы создали класс который наследуется от класса в этом классе есть определенные методы которые мы можем переопределить ну в данном случае я задал ну как я приземлил метод create то есть он выполняется один раз в приседании там и в нем по сути происходит инициализация мира то есть создается мир создается сцена создается актеры создается тела и уже внутри этих актеров происходит там своя своя инициализация и рендер по сути это тоже цикл то есть фреймворком этот метод будет создаться постоянно пока загущено окно ну пока оно видно и вот это вот все будет произвести цикл то есть здесь просто экран закрашивается черным цветом потом физический мир как бы степ это сделать излишек симуляции потом ну он просто рисует квадраты вокруг модуля и вокруг земли ну и сцена по сцене есть метод который как бы ну этот метод ну сцены как мы видим есть актеры которых мы туда предложили оптеров есть draw метод и сцена по сути вызывает draw метод у всех актеров которые находятся внутри то есть сцена это просто контейнер в котором мы создаваем всех актеров каждый раз цикл за циклом прорисовываем ну да вот этот метод он выполняется всегда то есть пока открыто окно не может еще тут интересно самая нарисовка то есть у вас этот короблик он более линиевый нарисован а если более разнообразная нарисовка то есть где-то сюда добавить где-то еще что-то ну это как бы просто косинка то есть ну можно просто в данном случае это тонкий файл ну просто корабль нарисован ну то есть косинка может быть можно там если есть знакомый художник и как бы самим не смазывать он нарисовать что угодно это а допустим если человечек который двигает то есть надо загружать два изображения нет это не у лиц но все такова что как бы ну допустим художник нарисовал ну как бы пошатил движение человека мы это ну у нас есть такова текстура и в ней как бы есть разделение то есть позиции человек 1 человек 2 позиции человек 2 и так далее то есть мы просто загружаем ну помните этот текстур который содержит все движения человека нужно конечно это как бы я вам показал например текстур ну или вы сами мотивестили текстура взрывы и там будет большая картинка которая будет пошагово изображена то есть ну в общем то есть каждый кадр присутствует ну это исходя из того как ты хочешь сделать ну то есть сейчас я еще так говорю мы загрузили эту большую текстуру которая содержит сразу все и дальше мы в данном случае можем использовать объект который называется ну регион текстуры то есть с помощью ну вот мы загрузили эту большую текстуру и с помощью региона текстуры мы можем объявлять ну какой участок текстуры отображаться ну то есть там есть специальные методы и можем отображать ну сказать отображать и так вот построить анимацию ну это какой-то принцип а другой принцип как бы посложнее это опять же используя полосы плоды можно сделать как бы с помощью физических объектов персонажа ну то есть если я ну это сам еще не смотрел то есть я могу посмотреть здесь другую лицу как бы посложите как бы есть такая штука называется скелерная анимация и с помощью шокола можно прям создать ну просто там урок какой-то который будет отвечать за засела потом создать везде находится и между ними создать шокол то есть соединить и они будут как бы привязывать друг другу ну так вот дальше создать другую руку ногу голову и физические объекты будут связаны между собой и собственно говоря потом мы можем управлять ими ну то есть это придется уже на помышество то есть издавать алгоритмы поход и там и все таком приятного отображаться ну то есть как бы я знаю таких вот ну если трехмерная графика то как это заранее то есть последняя анимация в трехмерном графике где заранее созданное там три до стыдия максимум то есть это с ранее ну может конкурия там кто призывает то что то есть следующий раз и может не перескасия там андроиде на на изборе там то есть очень доброе в данном моменте нам дали ну в данном момент как бы просто на десктоп на джаке надо слышать ну неважно кто и висус ios alice какое-нибудь еще что это очень ну может все-таки еще с вас так можно как-то это не показывает он лежит ну как-то просто на день как либо интереснее через программирование просто если игра написала то ну в принципе основной принцип этой игры мы создаем объекты можно сказать простые любые сложности как главное имеет метод дроу записываться ну то есть как я говорил есть сцена это просто контейнинг для актеров актеры это графическое состояние просто объектов и мы просто создаем систему создаем актеров вложим актеров в эту сцену и в главной цикле получается вызываем метод дроу сцены которые вызывает дроу боксер то есть играете цикл играете да у нас есть листонеры слушателя нажали на клавишу вправо и этот объект к которому относится листонер получил ну да изменил свое положение ну то есть листонере я вырезал логику где вознесена и при следующей прорисовке он же ну как бы появится либо в другом месте да ну если мировые есть разные например если бы я взял две адрорида на месте ну тач то есть движение пальцев то есть например можно было бы двигаться где там управлять пальцем вместо клавида а как вот она я не знаю подстраивается под каждую операционную систему ну вот есть ну в данном случае только один проект то есть топ и здесь есть лаунчер то есть вот этот участок кода он платформа зависимый он отвечает он запустится только для определенной платформы здесь как бы изменяется такой да изменяется только лаунчер то есть в данном случае существует окно ну вот это вот LBGL это просто ну как бы объяснить ну историческое библиесек OpenGL можно не слышал но по сути LBGL это реализация библиесеки то есть если бы обращаться к операционной системе создается окно в данном случае на Facebook и в нем уже все отображается а был бы Android здесь здесь был бы лаунчер ну как бы проект Android и лаунчер и Android ну и в этом как бы основная фишка то есть логика ты ты и потом просто делаешь лаунчер я сейчас может неправильно вопрос только в отображении и движении ну по сути в принципе здесь вы абстрагируете от обратной конформы то есть от обработки на шасси кладбище это все это то есть еще работа с файлами то есть здесь еще не показывал работа со звуком ну то есть на самом деле больше возможностей то есть там еще звук и так далее еще есть спрайты ну точнее то есть частицы то есть вместо того чтобы менять тексту здесь ну меняю всю тексту то есть корабля чтобы добавить просто вот этот вот огонь а по-хорошему надо было здесь по-другому то есть в любви здесь есть работа с системой частиц то есть там я бы просто мог ну добавить к этому графическому объекту как серверу ну просто выброс каких-то частиц это возможно можно еще раз показать ну сейчас всегда разбирается почти да ну 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 в зависимости от скорости именно на высоте основания за пределы ну просто влезит то есть влезит нет нет ограничений да ну сцена сцена по сути ну она бесконечная хорошее завершение ну то есть здесь сейчас на сцене есть только два актера то есть это вот этот корабль выкрупневый прямоугольник это его физическое представление то есть для физического движка это не корабль а просто квадрат какой-то на каком это квадрате собирается а в смысле ну чтобы графически чтобы остался только ну это там просто дебаг так то есть вот этот объект он просто отвечает за адресовку вот этих ну контуров объектов в физической мере то есть я просто беру этот дебаг-рендерер и его не будет ну или просто сделаю там буллин-перемен это false то есть там повесили на комбискарюшу и как бы на нее он будет включаться включаться может литературу вы расскажете или там о чем пользоваться а дело в том, что я вчера принимал на английском а документацию да но на английском и даже на английском есть устаревшая информация то есть как бы вот это реально написано одно ну например там какой-нибудь метод ну например был вот этот вот метод дрон где передается много всего то есть реально там было поменьше но и по-другому пришлось разбираться как бы что ему нужно сейчас ну то есть даже на английском есть не точности а на русском как бы пока там английские переведут энтузиасты то он уже устареет несколько раз ну то есть придется ну можно пояться с русскоязычным патриарелом но будут проблемы то есть например такого-то нету я бы назывался кругом или там что-то будет такая реальность то есть вы расскажите если о и и то